МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Ильхам Али встретил премьер-министра Грузии Иракле Гарибашвили. Президент Ильхам Али и премьер-министр Иракли Гарибашвили сделали совместное фото. Затем состоялась встреча президента Азербайджана Ильхам Али с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один. На встрече было отмечено, что Азербайджан и Грузию связывают традиционные дружеские и братские отношения. Президент Ильхам Али с удовлетворением вспомнил о своем визите в Грузию в октябре прошлого года и отметил значение состоявшихся в ходе визит обсуждений, подчеркнул важность обсуждений, которые состоятся в ходе нынешнего визита премьер-министра Грузии, и сказал, что проведение встреч в рамках этих визитов именно в регионах является очень значимой традицией. В ходе беседы была подчеркнута важность совместно реализуемых Азербайджаном и Грузией энергетических и инфраструктурных проектов. В этой связи было отмечено, что энергетические проекты, совместно реализуемые нашими странами, играют большую роль в энергетической безопасности Европы, и потребность в этих энергоресурсах возрастает. Также было отмечено значение реализации дорожно-инфраструктурных проектов, и в этом контексте особо подчеркнуто взаимодействие по расширению проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и увеличение ее возможностей. Отмечена важная роль Азербайджана и Грузии в серединном коридоре и значение совместных усилий в этом направлении. В ходе встречи отмечалось, что товарооборот между нашими странами растет, и предприняты дополнительные меры в этом направлении. Особо подчеркнута успешная деятельность азербайджанской компании Сокар в Грузии. В ходе беседы было отмечено значение соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией в области развития и передачи зеленой энергии, а также важность прокладки кабеля по дну Черного моря и взаимодействия в этом плане Азербайджана и Грузии с другими партнерами. Президент Эльхамалиев и премьер-министр Иракли Гарибашвили обсудили также вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в гуманитарной, культурной, образовательной сферах, в области оборонной промышленности, в военной сфере, в области безопасности, сельскохозяйственной и других сферах. Подчеркнув, что в этом году в Азербайджане отмечается столетие великого лидера Гейдара Алиева, премьер-министр Грузии сказал, что светлую память общенационального лидера с большим уважением чтит и грузинский народ. Отметил, что великий лидер – это большой друг Грузии и грузинского народа. В Габеле президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили выступили с заявлениями для прессы. Отметив, что Грузия и Азербайджан на протяжении многих лет находятся в тесной связи друг с другом, президент Ильхам Алиев сказал, что все обсуждаемые вопросы преследуют одну цель – углублять двустороннее сотрудничество и на основе достигнутого договоренности мы будем выстраивать и нашу будущую деятельность. Подчеркнув, что Грузия и Азербайджан – это страны, играющие сегодня важную роль для энергетической безопасности Европы, глава государства назвал конкретные данные по экспорту газа на мировые рынки. В конце прошлого года Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния подписали важные соглашения. А в феврале этого года в Баку состоялось первое заседание руководящего комитета проекта «Зеленая энергия». Это широкомасштабный проект, и, конечно же, его успешная реализация станет возможной благодаря совместной деятельности всех четырех стран, отметил президент Иргамалиев. Остановившись на наших двусторонних отношениях, связанных с транспортом, глава государства отметила, что Грузия и Азербайджан успешно работают в реализации среднего коридора. Глава государства подчеркнул, что грузинско-азербайджанские связи охватывают многие сферы – оборонную промышленность, образование, культуру, туризм, технологии, сельское хозяйство. Конечно же, предпринимаются необходимые шаги для увеличения торгового оборота. Президент Иргамалиев выразил уверенность, что сегодняшний визит премьер-министра Грузии придаст новый импульс нашим отношениям. Подчеркнув, что Грузия также является надежной транзитной страной и транзитным партнером, премьер-министр Иракли Гарибашвили отметил, что его страна проложила электрический кабель по дну Черного моря, развивает проект среднего коридора, подчеркнув, что наши страны обладают гигантским потенциалом для транспортировки зеленой энергии в Европу. Обе страны будут больше инвестировать в эту сферу, добавил он. Касаясь обсужденной ситуации в регионе, премьер-министр Грузии отметил, что наша главная задача обеспечить мир и стабильность. Касаясь координированной работы над проектом средний коридор, он отметил, что наша цель в ближайшее время убрать все препятствия и вместе развивать инфраструктуру, наши морские порты и железные дороги. Иракли Гарибашвили сказал, что Грузия работает над строительством нового порта в Грузии. Через год расширится деятельность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Тем самым сможем привлечь больше грузов посредством среднего коридора, добавил премьер-министр Грузии. Премьер-министр Иракли Гарибашвили ознакомили с городом Габеля. Затем президент Азербайджана и премьер-министр Грузии побывали в Габалинском региональном центре Асан-Хедмят и Габалинском продовольственном городке. Подготовленный в связи с этим расширенный репортаж вы можете посмотреть в очередных выпусках Аставы-Хабер. Президент Ирак Малиев поделился публикацией по случаю Всемирного дня здоровья. В публикации говорится, Всемирная организация здравоохранения отмечает свое 75-летие. Азербайджан придает важное значение реализации третьей цели устойчивого развития ООН об обеспечении здоровья каждого и осуществляет в связи с этим последовательную и целенаправленную деятельность на национальном уровне. Движение «Неприсоединение» под председательством Азербайджана при поддержке Всемирной организации здравоохранения продемонстрировало глобальное лидерство в борьбе с пандемией COVID-19. Мы высоко оцениваем деятельность генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедреса Гебриесуса. Азербайджан и впредь будет продолжать благотворное сотрудничество с организацией. Сегодня с 13.20 до 13.45 подразделения вооруженных сил Армении с позицией в направлении населенного пункта Сайбалы района Горакелься подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Минкян-Лачинского района. Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватно ответные меры. Об этом сообщает Министерство обороны. Когда речь заходит об эффективном межгосударственном региональном сотрудничестве, то в качестве наглядного примера тому можно показать нарастающую динамику развития Азербайджана-грузинских отношений. Основанные на принципе взаимовыгодного сотрудничества двусторонние отношения Баку и Тбилиси обусловили их выход на уровень стратегического партнерства. Подписанный 8 марта 1996 года между Азербайджаном и Грузией договор об укреплении дружбы, сотрудничества и взаимной безопасности заложил основу стратегического партнерства между нашими странами. В течение прошлых лет в рамках многочисленных взаимных визитов на высшем и высоком уровнях было подписано более 118 документов, что способствовало формированию эффективного сотрудничества в политической, экономической, энергетической, культурной и других сферах. И как результат, в минувшем году Грузия стала 13-м внешнеполитическим партнером Азербайджана и товароборот между нашими странами составил 772 миллиона долларов. На сегодня в нашей стране зарегистрировано 750 коммерческих структур с грузинским капиталом, а Азербайджан занимает важную позицию как один из самых активных и постоянных инвесторов в экономику Грузии. Так, Грузия инвестировала в Азербайджан 263 миллиона долларов. Азербайджан вложила в эту страну 3,4 миллиарда долларов. Расположение обеих стран на историческом шоковом пути и реализация совместа крупномасштабных энергетических и транспортных проектов многократно увеличили объем грузопотока через наш регион. Реализация с участием Азербайджана и Грузии крупномасштабных глобальных энергетических и транспортно-коммуникационных проектов трубопроводов Бакут-Пелеси-Джейган, Бакут-Пелеси-Эр-Зурум, железной дороги Бакут-Пелеси-Карс способствует региональному миру стабильности. В этом контексте подписанное в декабре 2022 года в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве области развития передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии доказывает, что обе страны являются надежными партнерами не только в регионе, но и в отношениях с европейскими странами. Что касается гуманитарного сотрудничества, то следует особо подчеркнуть неоценимое значение, оказываемое Азербайджанам поддержки проживающим в Грузии и нашим соотечественникам, в том числе осуществляемые фондом Гейдра-Алиева проекты. Саирис Киандаров, Ксения Анисимова, Новости Остава. Мили Мяждис принял ответное заявление парламенту Ирана. В документе подчеркивается, что Мили Мяждис оценивает принятие иранским парламентом заявление, осуждающего открытие 5 апреля в Израиле посольства Азербайджана как вмешательство во внутренние дела нашей страны. Это заявление является ярким примером открытого неуважения к Азербайджану и очередной политической провокации Ирана, отмечается в документе. На пленанном заседании спикер Мили Мяждиса Саиба Гафарова подчеркнула, что никто не имеет права вмешиваться в суверенные права Азербайджана. «Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые иранским парламентом против нашей страны. Призываем иранский парламент положить конец таким провокациям против Азербайджана. Воздержаться от действий, которые могут нанести ущерб двусторонним отношениям», сказала председатель Мили Мяждиса. Стали известны имена дипломатов посольства Ирана, объявленных МИД Азербайджана персонами Нон-Грата. Это Бирмахти Мирсалампур Шариф, Гурбанали Пурмерджан Варджови, Хады Могадам и Эскер Багари Хош Мензарь. Напомним, что накануне чрезвычайный полномочный посол Ирана в нашей стране Саид Аббас Мусяви был вызван в Министерство иностранных дел. Главе дипмиссии было выражено решительное недовольство в связи с провокационной деятельностью Ирана в последнее время в отношении Азербайджана. До сведения посла было доведено, что четыре сотрудника посольства Ирана объявлены правительством Азербайджана персонами Нон-Грата, и эти лица должны покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов. В эфире новости. В Агдаме обнаружены кости, похожие на человеческий скелет. Они были обнаружены на территории, называемой равнины Эрги, в ходе выполнения земляных работ военнослужащими Энской воинской части Министерства обороны Азербайджана. В настоящее время проводится расследование. 117-й день на проходящем через Шушу. В участке дороги Лачин-Ханкенде продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Как сообщает место событий наш корреспондент Эйнур Тофик, требования экоактивистов и представителей неправительственных организаций остаются неизменными. Дорога, на участке которой проходит акция протеста, открыта для беспрепятственного проезда автотранспортных средств Международного комитета Красного Креста и Российского миротворческого контингента. В Армении продолжаются антиправительственные протесты. Оппозиционеры, называющие себя движением «Вместе за свободу» отправились в Зенгерзурский регион для проведения акции протеста. Хотя они и пытались провести акцию в горах Келься, Гафани и Горуси, местное население не откликнуло на их призывы. Затем недовольные массы прибыли в расположенное на границе с Лачином село Тех, где когда-то большинство населения составляли азербайджанцев. Участники акции, нарушив условную границу, попытались перейти на территорию Лачина, но их провокация была предотвращена силами полиции Армении. Между участниками акции, не подчинившимися сотрудниками пограничных проксового пункта и полицейскими, произошло столкновение. Последние 30 лет именно Армения создавала препятствия для отправки на территорию Карабаха миссии ЮНЕСКО по установлению фактов. Азербайджан же всегда поддерживал миссию организации. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхум Байрамов видеообращений на церемонию открытия 9-го заседания национальных комиссий стран-членов Тюрксой по делам ЮНЕСКО. На заседании министра экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев подчеркнул, что в Карабахской зоне в результате армянской оккупации разрушены палеонтологические памятники природы, уничтожены ценные лесные массивы. Депутат Мили Меджи Саяхлимана Миросланов также отметил, что община западного Азербайджана готова к сотрудничеству с ЮНЕСКО по оценке азербайджанского наследия в Армении и по другим подобным направлениям. Отметим, что председательство в национальных комиссиях стран-членов Тюрксой по делам ЮНЕСКО перешло от национальной комиссии Турции к национальной комиссии Азербайджана. Активизируются связи между Азербайджаном и Казахстаном. Наблюдается положительная динамика в различных сферах отношений. Об этом заявили участники круглого стола, посвященного второму заседанию экспертного совета Азербайджан-Казахстан. Отмечалось, что открытие авиасообщения Баку-Астана будет способствовать развитию двусторонних связей в туристической сфере. Были обсуждены вопросы влияния заиндизорского коридора на процессы регионального развития, расширение связи с Центральной Азией, роль сотрудничества в этом вопросе Азербайджана и Казахстана, а также вопросы энергетических коридоров. С другим новостям. В Баку сортовали Дни здоровой жизни, организованные Министерством молодежи и спорта. Этот проект реализуется уже второй год и приурочен к Международному дню спорта во имя развития и мира. На праздники спорта для молодежи побывала моя коллега Сабина Алиева. Основная цель проведения подобных мероприятий – популяризация здорового образа жизни среди населения. Ведь, как известно, спорт – это залог здоровья. На фестивале участники 14 возрастных групп могут попробовать свои силы в соревнованиях по бегу, прыжкам в длину, поднятию тяжестей, отжиманию и другим видам спорта. На фестиваль прибыли дети разных возрастных категорий из нескольких столичных школ. Все они рады участвовать в таком мероприятии и полны решимости показать всем, на что способны. Всем советую заниматься спортом. Я занимаюсь тапанду, я желаю всем, чтобы все были здоровы и чтобы занимались спортом. Я занимаюсь гимнастикой и у меня уже 12 медалей, я хочу идти вперед и продолжать в том и духе. Да, я буду участвовать в фестивале, я буду бегать, подтягивания, я буду прыжки в длину. Мне нравится заниматься джидо и надо спортом заниматься, чтобы быть сильно здоровым. Сегодня даже сопутствует нам погода великолепная. Мы участники 145-й школы. Мы пришли в большом количестве, наша команда, где наши ученики с 1 по 11 класс, плюс наши учителя, 30 плюс, 40 плюс, 50 плюс, 60 плюс, они тоже являются участниками этого грандиозного спортивного праздника. Фестиваль проводится с 6 по 10 апреля ежедневно с 10 утра до 6 вечера в двух разных местах – в Зимнем парке и бульваре Беликшор. Саглам Хаят – это проект разработан Министерством молодежи и спорта от спортивного отдела, направлен на то, что в первую очередь проверит возможности наше население, наши спортивные возможности на данном моменте. Конечно, каждый год будут пересматриваться результаты, анализ будет делаться и, соответственно, будем повышать, надеюсь, нормы. Участникам соревнований, выполнившим все нормативы, будут вручены сертификаты с золотым, серебряным и бронзовым стикерами в соответствии с набранными ими баллами. Напомним, что в прошлом году фестиваль «Здоровая жизнь» был организован на Бакинском Приморском бульваре. Сабина Алиева, Герман Мамедов, Новости АС-ТВ. Сегодня исполнилось 117 лет первым в истории азербайджанской прессы с сатирическому журналу «Молана Средзин». Он сыграл колоссальную роль в истории азербайджанской литературы, культуры, общественной мысли и стал славной страницей азербайджанской национальной печати. Тема продолжит Федан Гусейнова. Единственным во всем мусульманском мире и на Ближнем Востоке профилирующий сатирический журнал на азербайджанском языке «Молана Средзин» начал издаваться 7 апреля 1906 года. Главным редактором журнала был знаменитый азербайджанский журналист и писатель Джалем Мамед Гулузаде. Журнал был назван в честь фольклорного персонажа «Молана Средзина», также известного как Ходжана Средзин. Он является героем множества сатирических рассказов и анекдотов. До 1918 года журнал выходил в Тайфлисе, до 1921 года – в Тайбридзе, а в 1922-31 годах – в Баку. Начав издаваться на азербайджанском языке, журнал «Молана Средзин» стал единственным сатирическим журналом во всем мусульманском мире и на Ближнем Востоке. Когда писатель Джалем Мамед Гулузаде приехал из Тайбридзе в Баку, он жил и писал свои произведения в этой комнате. В 1922 году Джалем Мамед Гулузаде обратился в государство за хататайством издавать журнал «Молана Средзин» и получил на это разрешение. В Баку было напечатано 400 экземпляров журнала. Но в связи с тем, что советская цензура проверяла каждую фразу, и только после этого статью можно было размечать в журнале, это не устраивало Джалем Мамед Гулузаде. Позже он решил вообще не печатать журнал. Джалем Мамед Гулузаде несколько раз привлекался к уголовной ответственности, журнал закрывался, а отдельные его страницы даже оставались пустыми. На некоторых из них есть изображение ножниц, чтобы стало понятно, что редактор написал острую статью. Издавая этот журнал, Джалем Мамед Гулузаде ввел ряд нововведений в азербайджанскую литературу. Он сыграл неоценимую роль в подъеме азербайджанской литературы и журналистике на новый уровень развития. Благодаря этому журналу была сформирована новая литературная школа. В этой школе были представлены очень знаменитые люди. Среди них Хаквердев, Али Назмини, Али Гулу Гэм Кюсэр, Мамед Али Насири, Мизаль Ахпер Сабир и другие. Джалем Мамед Гулузаде также был одним из основоположников азербайджанской идеи, основу которой составляли родина, народ, родной язык. Джалем Мамед Гулузаде внес вклад в развитие азербайджанского языка. Если сказать его словами, он был писателем, который говорил на родном языке со своими читателями со страниц своего журнала. Мула Насириаден обращался к читателям очень простым языком. Карикатуры также были всем понятны. Они часто изображали религиозных лидеров, которых журнал называл врагами образований светского общества. Редактор журнала Джалем Мамед Гулузаде поставил целью показать читателям пороки общества и стимулировать их к борьбе за лучшую жизнь. Журнал смело обсуждал политические события и, кроме того, боролся за права женщины и всячески приветствовал распространению западного влияния на исламском Востоке. Джалем Мамед Гулузаде журналом Мула Насраддин впервые вывел маленького человека в большую литературу, создал его образ и в то же время заговорил о его мечтах пробуждения, заговорил о его самореализации. Джалем Мамед Гулузаде также является писателем, вошедшим в историю нашей литературы и журналистики, как писатель-реформист. Создатели журнала писали новым методом – сатиры. И Джалем Мамед Гулузаде возвысил сатиру на уровень литературного жанра. Журнал Мулана Насраддин оказал огромное влияние на развитие демократии в азербайджанской печати. Выпущенные за 25 лет существования почти 800 номеров журнала Мулана Насраддин являются достоянием нашего народа, которое будет передаваться из поколения в поколение. И в конце нашего выпуска доводим до вашего внимания номер телефона «Горячий рейнянстовый» Хабарь 051-511-1956, по которому вы можете сообщить о событиях, свидетелями которых стали высказать свои предложения и замечания. С нами также можно связаться посредством наших аккаунтов WhatsApp и Telegram. Это были все новости к этому часу. Эфир азербайджанского телевидения продолжит передача «Чехшадо». Все. Субтитры создавал DimaTorzok